Офтальмологи всего мира отмечают свой профессиональный праздник. По этому случаю у нас в гостях Елена Бурова, врач-офтальмолог Центра лазерной коррекции зрения «Офтальма». Елена Владимировна, здравствуйте. И с праздником! Здравствуйте, спасибо огромное. Офтальмологи как отмечают свой праздник? На работе? Да, за трудовыми буднями. Скажите об этой профессии. Ведь раньше мы знали, что существовало другое название. Врач-окулист. А сегодня как правильно всё-таки назвать? Офтальмолог, окулист? Принято ли это? Правильно называть офтальмолог. Мы врачи-офтальмологи. Окулисты – это короткое название по латыни. Офтальмологи, по гречески от слова «офтальма» – «офтальмос» – «глаз». Поэтому правильно называть нас офтальмологи, врачи-офтальмологи. Почему Вы выбрали эту профессию? Это очень интересная профессия. Это очень интересная, очень разносторонняя профессия. Очень много новых технологий, очень развивающаяся профессия, где есть много нового, много интересного. И достаточно... Вообще вся медицина очень интересна сама по себе. Но вот эта профессия, она связана с достаточно передовыми технологиями, новыми методами лечения, новой аппаратурой. Достаточно... Ну, я люблю эту профессию. Вы потомственный офтальмолог? Были ли у Вас в роду люди, которые занимались врачеванием? Я офтальмолог, не потомственный, но я потомственный врач. Я врач в третьем поколении. У меня родители врачи, папа – хирург, мама – врач-онколог. И врач – онколог-радиолог, бабушка – врач, акушер-гинеколог. Так что я потомственный врач в третьем поколении. Какие сегодня предъявляются требования к современным офтальмологам? К современным офтальмологам, скорее всего, знание новых методов лечения, новой аппаратуры, посещение конференций, где достаточно очень интересно рассказывается о методах лечения, о интересных случаях, о новых технологиях. Надо быть достаточно осведомлённым в этой области. Очень много лекарств появляется новых, очень много достаточно сильнодействующих лекарств в нашей области. Поэтому, наверное, врач-офтальмолог должен быть постоянно обучаем новыми методиками, новыми знаниями. 15 лет медицинской практики. Вот за этот период времени, насколько сильно шагнуло это направление на вашем опыте? Очень сильно. Очень сильно шагнуло в связи с появлением новых методов лечения, новой аппаратуры, новых технологий. Вот за эти 15 лет действительно. И раньше у нас новые технологии были в основном доступны пациентам Москвы, Московской области, то есть в основном в главных каких-то институтах. Сейчас аппаратура и методы лечения, и квалификация врачей достаточно высокая, чтобы на нашем, на местном уровне, на нашей аппаратуре предложить пациентам, помочь пациентам, не отправляя их именно в московские институты, куда-то выше, в главные институты. То есть достаточно стала доступность, доступность именно на нашем уровне, в нашем городе пациентам. Вот за эти 15 лет действительно шагнуло огромными-огромными-огромными шагами в термологии. Центр лазерной коррекции зрения. Когда-то там несколько десятилетий назад мы об этом могли только мечтать. И вот сегодня какие заболевания можно с легкостью решить вот таким путем, без госпитализации, как это было раньше? Да, сейчас, конечно, очень удобно то, что госпитализация не нужна, что большинство процедур и операций выполняется амбулаторно. Центр лазерной коррекции оказывает услуги не только лазерной коррекции, но и по заболеваниям глазного дна, то есть лазерные процедуры, лазерной операции на глазном дне. Очень большой спектр операций катарактальных мы выполняем, в том числе и по полису обязательного медицинского страхования мы стали выполнять. Последние несколько лет мы вышли еще на более высокий уровень, мы внедрили высокотехнологический вид помощи, витритинальные операции, которые были действительно доступны только в главных институтах. Что это такое? Это операции на сетчатке, на стеклоидной теле, именно которые связаны с действительно высокотехнологическим оборудованием. Поэтому мы достаточно на высоком уровне выполняем эти операции. Катаракты мы идем и по полису, как я сказала. То есть у нас центр лазерной коррекции занимается не только лазерной коррекцией, которая сейчас действительно стала очень доступна, что раньше, как вы правильно сказали, менее доступна была. Большой спектр других услуг. Сегодня, если говорить про то, как становятся врачами, это тоже путь такой не близкий, не короткий, а временами и тяжелый. Где сегодня готовят врачей подобного плана? И надо ли дополнительно получать образование в этом профиле? После окончания института любой врач выбирает себе специализацию, которая ему по душе, которая ему по интересам. То есть когда мы заканчиваем институт, мы становимся просто врачами с дипломом, а дальше идет специализация. Специализация длится 2 года. Проходит она на базе институтов. Это называется ординатура. В течение 2 лет нас обучают азам, офтальмологии, нюансам офтальмологии. И спустя 2 года, то есть 6 лет с института, 2 года ординатуры, спустя 8 лет мы выходим специалистами-офтальмологами, врачами-офтальмологами. После этого мы имеем право уже работать. Каждые 5 лет мы обязаны проходить обучение, мы обязаны проходить специализацию, то есть подтверждение сертификата офтальмолога. В течение этих 5 лет мы посещаем конференции, мы посещаем семинары, мы посещаем обучи, на которых идет повышение специализации. То есть любой врач, независимо от специализации, независимо от того, что он офтальмолог, либо акушер-гинеколог, либо лор-врач, он обязан, обязан практически постоянно учиться. Потом надо же успевать за технологиями. Конечно. И за новым оборудованием. О чем я говорила, да. То есть мы постоянно, постоянно, постоянно должны обучаться. День офтальмологии призван к тому, чтобы мы обратили на такие заболевания, а прежде всего говорили с вами о профилактике. На международном уровне, на всероссийском, устраиваются различные конференции, посвященные этой теме. И какие сегодня заболевания лидируют в этой отрасли? Если говорить про взрослое население, про взрослое население, конечно, лидируют заболевания катаракта, глоукома и дистрофии сетчатки. Это в основном такой основной косяк заболеваний, которые приводят к сниженному зрению. Почему? Потому что страдают те структуры глаза, которые ответственны за зрение. При катаракте страдает хрусталик, при глукоме страдает зрительный нерв, при дистрофии сетчатки страдает та как раз зона, область сетчатки, которая ответственна за зрение, она воспринимает зрение. 15 лет назад другие были заболевания? Нет, были те же самые заболевания, те же самые, только диагностировались. Они, может быть, чуть хуже, чуть длительнее. Катаракта, она диагностировала всегда катаракта. Глоукома, дистрофия, особенно дистрофия сетчатки. Дистрофия сетчатки сейчас – это та область заболеваний, которая стала лучше диагностироваться. По показателям дистрофия сетчатки сейчас вырвалась вперед. По частоте, скорее всего, связана она с качеством диагностики. Профилактика какая? Не зря придумали у нас диспансеризацию. Даже если у вас всё хорошо, даже если вам кажется, что вы хорошо видите, пройти профилактический осмотр – это обязательно. Какие заболевания могут быть скрытые? Глоукома. То есть они не видны внешне? Глоукома – это такое заболевание, которое протекает скрыто. Только на поздних стадиях она выявляет жалобы, проявляется в себе. Поэтому выявить глоукому на ранних стадиях – это счастье для пациента. Катаракту на ранних стадиях выявить тоже очень неплохо. Но катаракта-то она сама по себе проявляет себя со снежным зрением. Дистрофия тоже, чем раньше мы выявили, тем лучше сетчатки. То есть вообще любое заболевание, чем раньше мы его схватим, диагностируем, тем, естественно, лучше. Поэтому профосмотры не зря придумали. Поэтому надо обязательно проходить регулярный осмотр у офтальмолога, даже независимо от того, что вам кажется, что у вас всё хорошо. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 80% случаев слепоты можно было бы избежать при своевременном обращении. Да, о чём я и говорю. Доступность, помощь должна быть. Конечно, то, что у нас центр лазерной коррекции, то есть мы занимаемся, пугает, что мы занимаемся лазерной коррекцией. Нет, мы занимаемся любой патологией глаза, начиная с детского возраста и заканчивая пациентами уже пожилого возраста. То есть независимо. И в детском возрасте можно тоже профилактировать, можно тоже избежать. У школьников это школьная близорукость, которую можно избежать, можно отсрочить, можно снизить прогрессию близорукости, выполняя рекомендации офтальмолога, регулярно посещая, регулярно проводя курсы лечения, которые назначает офтальмолог. То есть можно избежать грубых осложнений и грубых изменений. Дети – это вообще отдельная категория, которая не очень любит лечиться, носить какие-то управляющие очки, не говоря уже о взрослом. Все, которые понимают, что да, надо это сейчас решать, вопрос важный, вопрос нужный. Поэтому давайте начнём с детей. Какие меры профилактики? И вообще, может быть, начнём с проблемы. Сегодня очень много деток, которые наблюдаешь на улице, у которых не всё в порядке со зрением. Да, да, конечно, когда я вижу ребёнка на улице в очках, мне радостно, потому что этот ребёнок лечит глазки. То есть сейчас вообще уровень осведомлённости детишек в плане очковой коррекции, в плане контактной коррекции очень высокий, и это радует. Это и радует. Потому что ребёнок должен, если у него есть какие-то проблемы со зрением, он должен и лечиться. Большая роль в этом играют родители. Поэтому, когда приходит на приём ребёнок, мы первое-наперво объясняем родителям, не ребёнку, а родителям, что у вас с ребёнком, что у вас за... Поэтому вот мера профилактики начинается с родителей. Только потом мы разговариваем с ребёнком, объясняем ему, что можно, что нельзя, что необходимо в данной ситуации делать, а что вообще категорически запрещено. Польза очков. Это очень важно. Это очень важно дать понять ребёнку, что очки – это не какое-то средство, уродующее его внешность. Это, во-первых, сейчас, ну какие сейчас красивые оправы, да какие сейчас красивые очки. И мы объясняем родителям, что это необходимо, а потом мы объясняем ребёнку, что это действительно необходимо. И то, что профилактика у детишек, вот этой школьной близорукости, начинается именно с родителей, мы им рассказываем. Большой школьный близоруко стоит, конечно, на первом месте по заболеванию. В чём причина? Причина? Первая, конечно, причина – это детки нарушают режим зрительной нагрузки. То есть та нагрузка, которую они дают, она достаточно очень большая. Ну и наследственность, конечно, играет свою большую роль. То есть если родители близорукости, то тут, конечно, риск у ребёнка развития близорукости тоже очень велика. Причина, она до конца конкретно, нельзя сказать, что вот от этого появилась близорукость. Нет, здесь комплекс всех мероприятий. Поэтому мы рассказываем, как это можно избежать, как это можно профилактировать, выполняя режимы зрительной нагрузки. Что нельзя? Что под запретом? Нельзя целый день сидеть за компьютером, нельзя целый день сидеть за телефонами. Нужно гулять, нужно отдыхать, нужно гонять мяч на улице, нужно заниматься спортом, не бояться этого спорта. Дети очень мало гуляют. Дети очень мало гуляют, и из-за этого они проводят в основном всё в закрытых помещениях. А что мы делаем? Естественно, мы любим посидеть в соцсетях. И даже 3D-фильмы. Ну, 3D-фильмы, они, конечно, мы их не каждый день смотрим. Злоупотреблять этим нельзя. А взрослым? Две минуты до конца эфира. Вот что нельзя делать взрослым? Давайте заботиться о своём зрении. Да, взрослым, взрослым. Компьютеры. Идём гулять и не работаем. И занимаемся спортом. Обязательно. Занимаемся спортом, это обязательно. Это основное. Бережем свои глаза, даём им отдыха, и обязательно регулярно смотрим состояние органа зрения. Обязательно. Какие симптомы могут быть первыми звоночками, что что-то не так, и нужно обращаться к специалисту? Снижение зрения, любое искривление, нарушение цветовосприятия, любое-любое неестественное состояние органа зрения, которое было до того момента, когда почувствовала жалобы. Поэтому сразу идём к офтальмологу. Елена Владимировна, мы вас поздравляем с профессиональным праздником. Я думаю, что сейчас отличная возможность своих коллег, которых вы сегодня представляете, которых вы любите всех в своей клинике, поздравить тоже вот здесь трибуны телеканала «Вариант». Пожалуйста. Дорогие коллеги, я вас поздравляю. Желаю вам прежде всего здоровья. Потому что если врач болеет, то пациент тоже болеет. Поэтому всем, всем огромное-огромное здоровье. И, естественно, несложных пациентов, спокойной работы и всего самого хорошего. Ясности зрения. А как же ещё смотреть телевизор? Если вы себя плохо видите, значит, уже есть проблемы. Спасибо вам за сегодняшний эфир. Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях была Елена Владимировна Бурова, врач-офтальмолог Центра лазерной коррекции зрения «Офтальма».